Привет, я Олеся Медведева, это новый выпуск Ясно Понятно блога на канале Страна Юэй. За прошедшие выходные случилось достаточно много интересных событий. Например, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, как звучит, да? Алексей Резников сравнил Донбасс с опухолью и назвал больными ментально территориями. Я в этом блоге предлагаю поговорить о реакции людей на это высказывание, а также о других событиях этих выходных. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Итак, вице-премьер-министр Алексей Резников, кроме того, является еще и главой Министерства оккупированных территорий. Кроме того, является заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ. В общем, это тот человек, который официально на максимально высшем уровне занимается вопросами Донбасса. И вот, что он сказал в своем интервью максимально порохоботскому телеканалу и максимально порохоботской ведущей. Смотрим. То есть, исходя из должности этого человека, все вот эти вот метафоры можно, по сути, считать официальной поддержкой. Позицией государства по данному региону. И в особенности вот этот пассаж про ментально больных в адрес жителей Донбасса звучит так, будто власть в Украине не поменялась, а президентом до сих пор является Петр Порошенко. Тогда тоже, помнится, на уровне министров звучали всякие разные странные заявления о генетической несостоятельности жителей Юго-Востока Украины. Об этом тогда, помнится, говорил глава Минкульта Евгений Ныщук. Эпитет, который применил в данном случае Резников, традиционно относят к психически больным людям. Видимо, таковыми и считает чиновник жителей неподконтрольных территорий, которых он собрался реинтегрировать. По его словам, как вы слышали, он собирается не ампутировать, а проводить терапию. Да вы посмотрите, какие тут все дипломированные специалисты-врачи собрались, ментальные. В поддержку Резникова уже успел выступить и новоявленный спикер украинской делегации в ТКГ товарищ Арестович. Он, конечно же, оправдывает слова Резникова, говоря, что их просто не так истолковали на самом деле. Глупенькие людишки. Он сказал это как частное лицо. Он же не сказал, мол, моя официальная позиция как члена делегации ТКГ заключается в том, что... А если внимательно посмотреть интервью, то вы увидите, что он не называл Донбасс раковой опухолью. Он выражался метафорически. Он сказал, что Донбасс можно представить как раковую опухоль, с которой организму нужно решить, что делать. Отрезать, либо заниматься терапией. И после этого Резников сказал, что он за терапию. Если бы он сказал, что эту территорию нужно отрезать и выбросить, это было бы плохо. Но тут реально ключевое слово терапия. И вообще есть официальные заявления, а есть метафорические сравнения в неформальной беседе. Также Арестович считает, что извиняться Резникову на самом деле не за что. Это просто фигура речи. Я не вижу в словах Резникова оскорблений жителей Донбасса. Уж как Резников бьется за Донбасс, дай бог всем и каждому. Я же вижу, как он работает. Не вижу, за что ему извиняться. Реакция общественности нас давно не пугает. Мало кто умеет правильно реагировать, потому что не умеет правильно слушать. У нас же главное эмоции, а не рациональность. А отреагировал спикер украинской делегации в ТКГ после того, как в сети начали массово появляться публикации, в которых жители Донбасса, а также известные юристы, блогеры, публичные люди и политики высказали свое мнение по этому поводу. Например, экс-министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что требует отставки Резникова. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины некторезников о Донбассе, раковая опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Больные территории, ментально в том числе, других миротворцев у Зеленского для нас нет. Кроме гнева есть понимание, что Порошенко никуда не уходил. Требую извинений за сказанное и немедленные отставки этого плюгавца и всех причастных к его кадровому назначению. Глава Жилищного Союза Украины Александр Скупченко спросил, отреагирует ли власть на заявление министра. Свой доктор Менгеле у Зеленского уже есть. Нацизм – это уже официальная идеология и Зеленского, и «Слуги народа». Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Леонид Кравчук, вы принудите своего министра принести извинения миллионам граждан Украины, выше которых он себя поставил. «Слуги народа, вы хотя бы на ковер к себе в комитет позовите, чтобы министр дал пояснение. Или нам всем скоро линейками лбы измерять будут». Все молча, утрутся и сделают вид, что подобное нацистское заявление министра – это в порядке вещей. Такое впечатление, что президент сегодня Порошенко, а на дворе 15-й год. И есть расово правильные патриоты и все остальные ментально больные по Резникову. Журналист Василия Пасов написал, что сегодня в соревновании конченных в сравнении победил вице-премьер Резников. Больные территории ментально в том числе. Тему КСУ это, конечно, не перебьет, но в полку полной фигни прибыло. Юрист и адвокат Валентин Рыбин пишет, Алексей Резников предлагает публично извиниться за свои слова. Если есть остатки человеческого достоинства, извинения – самое малое, что вы можете сделать. Я же, в свою очередь, тоже хочу сказать, как человек, который родился на Донбассе и прожил там 23 года. Жителям Донбасса уже не нужны ни извинения Резникова, ни его отставка даже. Сделано представителями уже новой власти, хотя какая-то новая уже больше, чем полтора года прошло. Они прекрасно видят, что никаких изменений даже уже при новой власти по вопросам Донбасса не происходит. А все эти высказывания, все эти метафоры, как они там выражаются, говорят только об одном – территории Донбасса представителям текущей власти не нужны. Мы с вами услышали, каковыми они их считают. Кем они считают жителей неподконтрольных территорий? Это такая государственная политика у людей, которые сейчас находятся у власти. И я уверена, что многие жители Донбасса и уроженцы Донбасса, которые сейчас проживают не там, а также другие граждане Украины согласятся со мной, если я выражу такое мнение, что шли бы вот эти вот все люди, которые выражаются, прожители Донбасса, подальше. Максимально. При этом в данном случае, опять же таки, все прекрасно понимают, что за свои высказывания эти люди ответственности не понесут. Это такой тренд у правящей верхушки. Разделять общество, говорить абсолютно противоречащим, морально-нравственным каким-то и этическим принципам слова. И постоянно разжигать, унижая кого-то, деля общество на правильных и неправильных, хороших и плохих, умных и тупых. Ментально здоровых, и это имеется в виду, наверное, те, которые презервативами бросаются в Конституционный суд Украины. И ментально больных, по которым постоянно падают снаряды, которые живут в условиях войны вот уже шесть лет. И это не только по вопросу Резникова и его высказывания. Как вы знаете, на выходных тоже состоялся бой, в котором победил Александр Усик. И все воскресенье фейсбук-сообщество пыталось добиться у Зеленского поздравлений в адрес боксера, чемпиона, который на международном уровне действительно прославляет наше государство. Выходит с украинским флагом, выходит под украинские песни, которого травят упоротые патриоты, которые в честь его победы чуть ли не траур устраивают. И только под общественным давлением, где-то к вечеру президент или его спикеры, или Юлия Мендель проснулись и написали в двух словах о том, что поздравляем, спасибо большое. Да пожалуйста, не надо никому ваши поздравления, с вами и так все предельно ясно и понятно. Единственное, что в данном случае страшно, это необратимые процессы, поляризирующие украинское общество, делающие так, что сшить это потом все воедино, с каждым годом будет все сложнее и сложнее. Такие дела, друзья. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно блог на канале Страна Юэй. На этой неделе очень много всяких разных интереснейших событий. Например, президентские выборы в Молдове, президентские выборы в США и много-много всего другого. Об этом обязательно будем говорить всю неделю в Ясно-понятно блогах. Поэтому подпишитесь, если вы еще не подписаны на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И делитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях под этим видео. И делитесь нашими видео со своими друзьями, чтобы они знали больше и знали, что их слышат на самом деле. Совсем скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!